Субтитры делал DimaTorzok Первая в своем роде добившаяся популярности в народе, однако со временем популярность сошла на нет и владевшая игрой NCSoft приговорила ее к смерти, чтобы та не портила финансовые показатели. City of Heroes умерла, однако остались поклонники ее геймплея, тосковавшие по сеттингу и атмосфере. И тогда появился целый сон независимых проектов, желающих занять опустевшую нишу. Одной из претенденток является Valiance Online, хотя ее разработчики решили отойти от копирования банального супергероизма. В их проекте разница между силой супергероев и суперзлодеев, с одной стороны и обычных героев и злодеев с другой, постепенно сходит на нет. Потому что на дворе практически начало 22 века и новые фантастические технологии предоставляют умения, почти не уступающие по своей силе супергероическим. Кибернетические и биологические импланты, наноразработки, роботехника и прочий киберпанк смешаются с супергероизмом в единый ядреный ММО-коктейль на радость тем, кто устал от стандартного комикс-набора чудес и хочет чего-то свежего. Хотя пуристам такой винегрет может не понравиться. Текущий этап разработки Valiance Online прибывает на стадии пре-альфы, в которую, кстати, приглашают поиграть всех желающих, причем бесплатно. И если всем желающим понравится то, что они увидят, то есть возможность подкинуть деньжат разработчикам, ибо с баблом разрабатывается всяко лучше, чем без него. Пока геймплей в игре выглядит не очень впечатляюще, однако авторы уже готовят новые визуальные эффекты, которые создали собственными силами. Эффекты, кстати, вызвали большой интерес у девелоперов, работающих с движком Unity, ибо в самом деле эффектные. Если бы среди многочисленных видеоигровых премий существовала какая-нибудь за самую противоречивую игру, то последние года три она вручалась бы одной и той же Star Citizen. Потому что вряд ли еще есть такая другая, вызывающая столь полярные суждения. И хоронили ее уже бесчетное количество раз, и обвиняли в мошенничестве ее разработчиков. Но она по-прежнему жива, число пилотов постоянно растет, а ее бюджету осталось каких-то жалких 3,5 миллиона до 150 лимонов долларов. И разработчики регулярно во всех подробностях рассказывают, над чем конкретно они сейчас трудятся. Последний их рассказ касался альфа-версии 3.0. Той самой, о которой в прошлом году было рассказано, что она даст начало Star Citizen как единому миру. Теперь же у Cloud Imperium появилась конкретная дата релиза этого волшебного билда, 29 июня 2017 года. Правда, с неизменной оговоркой, что планам присуще меняться. Поэтому пессимисты продолжают уверять, что ничего этого никогда не будет, проект скоро закроют, а его создателей посадят. Но мы все же рискнем предположить, что не закроют и не посадят. И альфа-3.0 в самом деле выйдет. И тогда, в этот замечательный день, пользователь Star Citizen получит сразу кучу всего замечательного. Кастомизацию персонажей. Планету Деламар с городом Левске. Три спутника газового гиганта Крусейда. Йела, Деймар, Селин. Аутпосты на этих спутниках. Пару NPC, выдающих миссии пилотам. Заброшенные корабли вместе с обломками для исследования в поисках ценностей. А кроме того, различные контентные мелочи. Грузы для перевозки, киоски для торговли, товары, страховки, топливо и многое другое. И еще улучшенную систему освещения и правдоподобные тени. Ну и, наконец, новые корабли. Где-то с десяток. Далее последует версия 3.1, в которой запланированы модулярные космические станции. Планета Арккорпа и город Ариа-18. Еще несколько кораблей и расширение геймплейных возможностей в шутере Star Marine. А в версии 3.2 появится сам газовый гигант Крузейда, планеты Херстон и Майкро-Тек. Опять-таки много чего нового для шутера. Система генерации NPC, новые версии карт и спиток новых кораблей. Все это расписание должно уложиться в текущий год. И если оно это сделает, то у пользователей Star Citizen появится много новых занятий. Жаль только, что выпуск сюжетной кампании Squadron 42 в ближайших планах не значится. Зато в этих планах имеется и уже реализована новая возможность материально поддержать разработку игры. Подписка. За 10 долларов в месяц гарантированный доступ к закулисным материалам, одна вещь в месяц для обстановки ангара, ежемесячная ротация кораблей для тестирования, специальный форум, возможность задавать вопросы Крису Робертсу и купон на 10% скидку на что угодно. Последний, правда, только после 12 месяцев подписки. За 20 долларов в месяц вещей для ангара будет не одна, а две, купон даст 20% скидку и добавится эксклюзивная возможность тестировать только что вышедшие корабли в течение одной недели. Ситуация с онлайновыми выживаниями начинает напоминать золотую лихорадку. Отдельные счастливчики зарабатывают миллионы, а все прочие мечтают стать как они. Благо лихорадка пока на ранней стадии и шанс найти свою золотую жилу еще достаточно приличный. Главное, чтобы была стоящая идея. Разработчики Rant полагают, что придумали достаточно оригинальную игру. Во-первых, в ней есть три фракции, чтобы бороться друг с другом. Во-вторых, ролевое развитие персонажей добавляет геймплею азарта. А в-третьих, фэнтезийные сеттинги по статистике нравятся публике больше всех прочих. При этом борьба фракций друг против друга лежит не только в военной области, но и в сфере мирного труда. Главная задача в игре — это сбор потерянных душ. Почти как в Dark Souls. Только в Rant их надо не тратить на прокачку или покупку барахла, а следует сдавать какому-то креатору. Данный тип или устройство будет вести тщательный учет всего сданного, и когда количество душ достигнет некой отметки, будет объявлена фракция «Победитель». Та самая, что первая на этой отметке отметилась. После чего произойдет обнуление результатов, и начнется новый раунд соревнования. Души можно будет добывать любыми способами. Собирательством, разработкой полезных ископаемых, охотой, производством и, конечно же, истреблением других игроков. При этом собранные души будут храниться в специальных накопителях, в божественных камнях, причем у каждой фракции, в своем. И потому будет еще один способ выиграть межфракционные соревнования по сбору душ. Самый быстрый и радикальный — захват и уничтожение чужого камня. После чего фракция «Владелец» будет немедленно удалена с карты сервера. Хотя преодоление вражеского сопротивления вряд ли окажется простым. Битва за камни будет проводиться раз в неделю, и помимо игроков в них обещают участие каких-то существ, называемых потерянными. Даже если ни один камень в ходе боев не будет разрушен, потерянные с каждой неделей будут становиться все сильнее и сильнее, так что игрокам придется изрядно поломать голову над стратегией и тактикой борьбы. Впрочем, фоном для трех или даже четырех сторонней войны станут смена дня и ночи, погодные условия, роскошная природа, красивые пейзажи, нон-таргет-бой в стиле шутера, классы, строительство и развитие собственных баз и много чего еще. Ранний доступ к игре обещан этой весной. The Elder Scrolls Online не перевернула ММО-рынок вверх тормашками, чтобы сидящая на своем уютненьком троне World of Warcraft вылетела оттуда, шмякнулась о пользовательское равнодушие и разбилась насмерть. Тем не менее, игра достигла определенной популярности, а скоро популярности станет еще больше. Произойдет это, разумеется, в июне, когда выйдет следующее масштабное дополнение — Morrowind. Играя на ностальгических чувствах поклонников The Elder Scrolls, ZeniMax Online одновременно желает не ударить в грязь лицом перед возможным пользовательским наплывом, поэтому подходит к разработке дополнения со всем тщанием. 17 апреля стартовало закрытое тестирование Morrowind. Разработчики уверяют игроков, что те, как и прежде, смогут лично проверить многие новые опции на тестовом сервере. Однако это не относится к содержанию дополнения, к нему допускают исключительно по приглашениям. И все приглашенные обязательно подписывают соглашение о неразглашении. Данные меры предосторожности должны еще сильнее разжечь огонь нетерпения в душах дожидающихся Morrowind. Тем же, чьи души отсырели и не желают возгорать, ZeniMax будет подбрасывать высокооктановые и горючие материалы, вроде трейлера нового класса Warden. Warden, если кто не в курсе, окажется защитником природы и одновременно мастером на все руки. Он сможет резать и колоть, лечить себя из соратников, колдовать элементарные холод-огонь и электричество заклинания, а также призывать косолапого Мишку, что отнюдь не означает, что Мишка будет кривоногим и криворуким. Убежать, во всяком случае, от него не у всякого получится. Если вам понравилось то, что вы увидели, то присоединяйтесь к дожидающимся июня. Или не присоединяйтесь, а ждите ностальгического стрима с путешествием по WardenFellу от stopgame.ru. А я на этом все, до скорых встреч!